Сегодня мы почтили память Сергея Александровича Рачинского. Ну и прошло с тех пор, как он здесь жил. Но тем не менее, хранит эта земля память о нем. Хранит и мы о нем память. Вот я сегодня хочу сказать о круге его общения. Он передает некоторые черты личности Рачинского. И мне бы хотелось вас познакомить с этими людьми, которые состояли в переписке Сергеем Александровичем. Переписки у него было очень много. Мы говорим сейчас в контактах, в социальных сетях. А этот человек должен был отвечать еженевно на минуту писем на 10, наверное. Согласитесь, это много. Если учесть, что писал он в ИСК, в русских книгах своей школы, которые стали уже учителями. Переписывался отдельно с батюшками, особенно местными батюшками. С архиерами, с оберпрокурором Синодиком Бедоносовым, с лидерами культуры, с многочисленными учителями по всей России, которые приезжали помочиться опыту. И мне тоже хотели каждый лично получить ответ на интересующие их вопросы. Итак, круг общения Рачинского по переписке. Вот первый в этом ряду стоит на имени Мария Александровна Мещерская, жена гохмейстера князя Николая Павловича Мещерского, который был попечителем Московского учебного округа. Дело в том, что это самая тесная переписка, самая плотная, в смысле по насыщенности, максимальное количество писем отправлено на Рачинский, он взял в случае из тех, что я видела, предназначаются именно ей. И это очень теплые письма. Он пишет так, например, все письма на французском, поэтому я изучила совсем чуть-чуть. Как вы даст праведливение? И возможно ли не отвечать на ваше милое письмо? Рискуй не сказать сотой доли того, что хотел бы выразить и на четвертой странице впасть в неприличную бумагу морали. Вы спрашиваете, дает ли мне счастье причудливый образ моей жизни? Не знаю, что обещают мне будущее. Безусловно, перемену, упадок сил и деятельности. Но 9 лет, которые мне давно было пропвести в непрестанной работе, имеется в виду тафистская работа. В полном отречении от своего собственного «я». Насколько это дозволяет бедная человеческая природа? Конечно, дарю мне больше счастья, нежели я заслуживаю, даже если бы мне суждено было прожить еще сто лет. Заметьте, что это даровой дар, небо, без малейшей заслуги с моей стороны. Работа, которой я отрекся, имеет для меня неотразимую привлекательность. Да, счастье, насколько оно возможно, состоит в исполнении не выдающихся задач и скромных обязанностей. Принимаю вашу пальму, но приеду за ней сам Тугеном. Он всегда старался делать сам все, что касалось его бедагических вытечений. Это тоже очень важная сторона его жизни. Он доверяет кому-то пересаживать цветочки, но тот же пишет в письме «Кустарники, конечно, я буду пересаживать сам». Второй его корреспондент – это Николай Михайлович Горбов. Конечно, они тоже очень много переписывались, потому что Горбов шел в основном в Москве. Это издатель сельской школы. Единственная маленькая книжечка, еще совсем немного сборников выпустил Рачинский, в основном это были статьи, а вот книжка – это сельская школа. Его Горбов как раз был издателем этой книжки и он именно способствовал переизданию многим. Вот здесь на картинке выглядит текст Либлис Горбова. Он библиофил, он собиратель библиотеки выдающийся. Вообще, эта семья интересная, очень Горбову провинциальная русская семья, Нарянская, в которой, вот отец его, например, был переводчиком божественной комедии «Данте». А там она в картинке была жена и дети Горбовых. В дальнейшем Горбов становится капиталистом, он разбогател, но дальше он занимается народной школой, становится автором учебника по разным предметам для начальной школы. В 1991 году в журнале особого отдела учебного комитета Министерства народного просвещения есть такая выписка о недопущении библиотеки народных училищ и учительских семинарий сборника стадии Рачинского сельская школа с пренесловием Николая Михайловича Горбова. Вот все занимаются Рачинским, зная, что сельская школа выходила в двух полярках. Вот один из них, это именно с пренесловием Горбова, что тут почему-то, именно это издание было запрещено, Горбов очень любил Рачинского, и там он как раз и слагает его православность, и церковные, и его школы. Вот уже в 1991 году, задолго-задолго до революции, даже до Рубин-Равяков, вот уже происходит такая вещь. Дело в том, что это русские имения рядом толстые, там все было очень непросто, с православием. Следующий автор, это Иронтий Щеглов. Это русский писатель, публицист, меморист. Он написал множество биографий разных выдающихся людей, в частности он ездил и старцем. Ездил и старцу Абросию Афгенскому, ездил и Кацио Иоанну Афранштадскому, и Анин писал тоже. Но как-то вот общение с такими выдающимися духовными людьми не сказалось, что на их вот духовном облике. И, в общем-то, он довольно легко относится против людей и знакомствам с Рачинским. А с ним они были довольно плотны. Сюда приехал Рачинский, писал Чехову, Антон Павлович Чехову, а не приятели Леонтий Щеглов. Который, Рачинский, разумеется, был у меня и беседы с которым я дорожу бесконечно. Богатырей, батенька, не мы. А Чехов же в ответ в письме Леонтий Щеглову пишет о своем опыте духовной жизни, о том опыте, с которым он соприкоснулся в детстве. И пишет такие, в общем-то, заставляющие задуматься словами. Да, таких людей, как Рачинский, очень много на белом свете. Я, голубчик, понимаю ваш постройок. После духоты, как вы чувствуете в среде наших авторов, а имя плотно, полон мир, Рачинский, идеяный, гуманный, чистый, представляется весенним зефиром. Я готов за Рачинского живот свой положить, пишет Антон Павлович. Но, милый друг, разрешите мне это, но и не сердитесь. Я не отдал его школу своих детей. Почему? Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание, с сверховным пением, с учтением апостола и капризма в церкви, с исправным посещением утренней, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда бывала я или два моих брата среди церкви перед Федро исправиться, или же Архангельский глаз, на нас все смотрели с умирением, завидовали моим родителям. Мы же в это время чувствовали себя маленькими какошниками. Да, милый. Рачинского я понимаю, но детей, которые у него учатся, я не знаю. Их души для меня подемки. Если в их душах радость, то они счастливее меня братья, у которых детство. было страдание. В этом сегодня это понятно. И что было на самом деле в школе Рачинского, и какие плоды отдала эта школа, мы знаем, это не понаслышке. Тогда будут вопросы такие вставали. Следующая корреспондентка, это Ольга Новикова. Ольга Алексеевна Новикова. Это лондонская корреспондентка Сергея Александровича Рачинского. И вот так интересно распорядилась судьба, или советское правительство, наследие Рачинского. Это большое очень наследие письменное. Это 60-х он вписке. Он хранил бережно письменный, систематизировал всю домашнюю жеребиску. Вот она оказалась в четырех архивах. В Москве, в рукописном отделе Российской библиотеки государственной, в Гарине, и в Петербурге, в рукописном отделе Национальной библиотеки и исторического архива. И поэтому получилось так, что в одном архиве письма Рачинского, Ольга Новикова, в другом архиве, письма обратные. Но нам немножко удалось их сопоставить, и получилась очень интересная вещь. Вот Ольга Новикова, это сестра знаменитого вулканского героя, Хаджи Гиреевна. Она урожденная Гиреева, сестра братьев Гиреевна, которые были создателями Славянского комитета. В то время, когда была война на Балканах, Славянский комитет организовал помощь, в том числе военную помощь, в Болгарии, в борьбе против туристского болгаричества. И вот братик Николай, он был таким очень горячим человеком, офицером, который повел отступающие войска в бой. И вот буквально пронзенный штыками, белый мудир его, залитый кровью, стал символом необходимости геологической борьбы. И борьба замечалась успехом, кажется, с отцом. Это только ноября. Радик встречался с ней в Петербурге, и в 73-м году он пишет, «Дорогую половину вечера провел Ольге Новиковой, она очень жалка, совершенно разорена банкротством брата, брошена мужем, и не знает, куда голову преклонить». Она уезжает в Лондон, и там ее считают расистой, русской разведчицей, шпионкой. Между тем, это не так. Она просто-напросто старается представить английской публике русского человека и православия. И еще есть интересный мотив в переписке Ольги Ираченского. Этот мотив касается школы в Северной Санровке, Томбовской области, в школе, в которой был сын Ольги Новиковой, Александр. Так вот, в эту школу, которая при церкви, при храме, там, кстати, две школы для мальчатых девочек, интернаты были в каждой школе, причем он посвящает своим родителям Ольге и Ивану этой школы, знак примирения, там все это символично было. Значит, Ольга приглашает крестника и ученика Сергея Александровича Ираченского в эту школу Томбовскую. Это Ваня Петерсона, ватыш, которого пристили Ираченский, а он очень много в дыше обратил в православие. И вот этот художник очень талантливый, считай, не менее талантливым, чем Николай Петрович и Богданов-Вельский. Вот он расписывает Эконостасы. Он закончил Лавскую сминарию московскую и в дальнейшем он расписывает Эконостасы Фискицын в церкви в Новоселках и Александра Терна. Он прожил в Небелом Болинболе. Следующий слайд это Ольги Новиковой. Это Александр Алексеевич Киреев, генерал. Вот человек, который был создателем славянского комитета. И борьба против турецкого иго, братья славян, это дело, которое было дело в его жизни. Ольга писал о том, что благодаря братьям англичане поняли, что вот православный воин это настоящий титр русского человека. Следующий слайд священник Александр Васильев. Это местный Татевский житель, сирота из Шопотова, воспитанник Краченского. окончил Дельское духовное училище, а потом и фарсовую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. Во время учебы в академии он переписывается с врачинским по поводу организации там, в академии общества трезвости. Оно было создано, но трудностей было очень много. А вот здесь на фотографиях вы видите, что это прислала Брежинская обитель, сестер Милосердия, и реально фотография, где отец Александр со своим воспитанником, со Саревичем Алексеем. Он был наставником, и он был последним духовником царской семьи. Далее мы видим княгиню Васильчикову. Это Софья Николаевна Васильчикова, девичество Мещерская. Это дочь Барии Александровны Мещерской. Она вышла замуж за князя Васильчикова, членом государственного совета, и была очень образованной женщиной, принимающей участие близко жизни императорской четы. И вот после поездки в Европу она набралась смелости и написала письмо императрице Александре по поводу бияния Распутина при дворе. Письмо было очень откровенным, после чего ее муж князь был вызван и граф Федрикс объявил ему, что жена должна покинуть столетию навсегда, поехать в городскую губернию. И в тот же день граф подает прошение об отставке и они уезжают на короткую гузерию, где они живут до революции, а потом они покидают Россию и дальнейшая жизнь ее прошла на Франции. Еще один корреспондент это Тертий Иванович Филиппов. Далее рождение с Ржева и как вспоминают некоторые, вернее находят некоторые исследователи Ржев второй половины 19 века это значительной мере старо-оприенческий город. Якобы имя Тертий это имя от древности идущее оно тоже говорит о его таком происхождении. На самом деле Тертий Иванович был очень склонен интересоваться стариной русской песни, знаменным фильмом. Он много песен собирает и потом выходит сборник, который так и будет называться Филипповским фирменизации Римского Корсакова. Вторая часть была организирована Моцарским. Он был государственным контролером. То есть государственный контроль это такая служба, которая занималась финансовой отчетностью, проверкой финансовой отчетности государства. Тертий Иванович он называли его подчиненной тертой. Пройти мимо его контроля ничего не могло. Его очень уважали, почитали. Но он в то же время при такой решительности характера был человеком увлекающимся. И он не просто эти сборники и стал, он сам пел и даже создал своих подчиненных хор. то есть представь на стеке ведомства государственного контроля поет старинная русская и его мечтой было восстановить фабиаршество. Но поскольку сама мысль была традиционной тогда уже, то ему удавалось это сказать редко вслух. И вот такие люди, например, победоносцев, были его личными врагами. Виктор вспоминал о отношениях Тертья и победоносцев. Тертья Иванович, конечно, был по своим талантам, способностям и образованию гораздо ниже победоносцева. Они друг друга не любили и расходились по всем. Филиппов относился к победоносцеву довольно нам призрительно. Но вот Рожак реализует отношения Виктор. Рочинский переписывался и с тем и с другим. И наверное я не ошибусь, что он любил того другого. Когда был в Петербурге он обещал обоих их священшим довольствием. Вообще круг его друзей это круг совершенно разных людей. Разных взглядов, разного интеллектуального уровня, разного круга интересов. Пожалуй, единственное, что объедняло этих людей, это их православие и их какая-то такая внутренняя честность. Вот какая-то такая характеристика, я запоминяюсь ее сформулировать, вот кто-то должен быть самим собой. А мы были каждый стали сам собой, самими собой. И переписка с каждым отражает вот такие детали очень личные, очень важные. Я всех призываю обратиться к изучению наследия письменного Райчинского. Пожалуйста, никто не пожалеет, потому что зачитывать письма нет возможности, с ними нужно сидеть и просто в них погружаться. Еще немного. Следующий актор это Победоносов как раз. Но о нем я говорить не буду. Предыдущая моя статья была посвящена именно переписке с Победоносовым и там есть несколько строчек. Например, именно Райчинскому Победоносов пишет так «Тяжко сидеть на развалинах прошедшего». Человек, которого он гройдет таким жестким характером. Человек образованнейший. Он не имел друзей. Так получилось, что он получил домашнее воспитание и после него сразу поступил в высшую юридическую школу. Такого школьного общения он не имел никогда. Он не любил в жизни. А когда он приезжал в Татьево, то потом с удовольствием он вспоминал. Я провел два тихих дня в Татьево и с благодарностью писал об Одноврачинскому. А припись когда время такой был обширный о них. Следующий это Богданов Бевский это Николя. Николя его можно назвать приемом Врачинского. Врачинского никогда не было семьи. Его семьей была большая семья Врачинских которые дети Варвары огромные которые жили в особняке они часто собирались и жили по долгому месте. Семьей его была и школа. А вот Николя он был на особом месте. Потому что он о нем заботился как заботиться только о собственных детях. Он писал о нем он следил за его успехами. Вот прошла Парижская выставка как там участвовал Николя что получилось Николя Николя он называл здесь несколько картин которые мы видим и отзывался он о нем так глядя на него невольно повторяю стихи Полонского ни единой тучки на лазурном небе ни единой мысли о насущном хлебе впрочем добавлял Сергей Александрович этим он не особенно мил вот это он тоже пишет Ольга Новикова которую хорошо знала Николая Богданова Рубельского следующий слайд это графиня Сориазда Турный мир это Евгения Тур ее псевдоним Евгения Тур и книги Евгения Тур многие читали в самом случае люди моего поколения ее книга катакомбы которая рассказывает о христианах первых веков претерпела 13 изданий 13 изданий обычно не так давно а здесь на цветной картинке это картина Пимена Орлова сестры среди которых Глеба это как раз Евгения дальше у нас идет Нечаев Мальцов Леви Степанович меценат это стеклянный промышленник стеклянный магнат человек которому принадлежал гусь хрустальный и вот здесь неподальше в Новосюнках был стекольный завод на котором работали немцы в основном но при этом заводе была школа для детей и храм во имя Софии при будрости Божьей храм этот кстати был украшен но подслужения там не возгновились пока надо сказать что на открытии храма когда он был построен Нечаев Мальцов как раз должен был быть рачистик и поскольку там была распутница то они откладывали до тех пор пока Сергей Александрович приехал настолько важным был приезд для храма здесь на фотографии мы видим двух человек вот правая фотография это Юрий Степанович и Иван Цветаев отец Марины Цветаевой первый директор музея изящных искусств имени Александра Третьего который был на средство которое как раз спонсором был Мальцов сосед Крачинского и А дальше у нас Смоленский по-моему уже Степан Васильевич Смоленский это церковный композитор известнейший церковный композитор его поэк до сих пор он родился в Казани и много принимал участие в деятельности Казанской семинарии он подготовил будучи там руководителем певческого класса и он преподавал и был вообще профессором и московской консерватории в дальнейшем он был профессором истории русского пения знаменного пения он обратил внимание на знаменное пение и издал замечательную книжку которая является азбука знаменного пения сдаться Александра Весенца в 88 году эта вещь была издана это было просто огромным забытием русской музыкальной жизни потому что он пытался открыть глаза на историю русского пения на самом деле как она была награда в реконструкторах 60 регентов было подготовлено в казанской семинарии в Смоленске это много это 60 регентов для сельских школ то есть это высочайшего класса регенты которые провинциально в маленьких сельских храмах регентовали в то время Смоленске стремится изъять из употребления как он писал итальянский элемент то есть вот летом он жил в Тателе и считая Рачинского своим учителем очень часто обращался к нему со сельским и и и и между тем он был руководителем синодального хора и естественно он был руководителем местного хора церковного который состоял из учеников танец в школе поэтому каждое лето было таким упражнением пения непосредственно мастер-класс такой все лето следующий слайд это Побожев Евгений Побожев или Евгений Поселянин это его цередоним Поселянин это множество православных книг прекрасным языком написанных я думаю что читали его книги все нет что представлять но не все знают что Евгений Поселянин тоже корреспондент Рочинского он погиб мужественно за веру стал мучеником за веру по петербургскому делу храма дело в том что прихожане храма собирали деньги на церковные нужды и было возбуждено дело по прихожанному собору несколько людей были взяты это был второй уже его арест и в конце концов просто расстрелял никаких документов не сохранилось и не не известное место его захоронения следующий слайд это Розенов Василий Васильевич Розенов о нем известного жил белым белым здоровьем школы известного как философ ясно празднула очень философ как писатель по прецест но многие называют его человеком в современнике, поскольку иногда он имел чрезвычайно оригинальное мнение по разным важным довольно вопросам. Например, он пишет Трачинскому о том, что он означает число 666, и много страниц посвящает этим изображению своих соображений. Но Трачинскому очень здраво отвечает, что все это уже изучено, и вот, пожалуйста, Баника, почитайте вот то-то и то-то, о чем вы мне вообще пишете. Но в целом, Розенов благодарен был Трачинскому за то, что он принимал его в своем доме. Розеновский в 1901 году, это уже перед смертью, писал так. «Благодарю вас, любезный Василий Васильевич, за участие в ваших моих методах. Здоровье в моем я весьма мало отзабочен, хотя оно ныне для моих школ стало одноценным, в следствии пенсии, пожалована мне государю». Она уже в конце жизни была пожалована, поэтому на самом деле школы, свои вот эти девять школ, здесь которые он отпил, он излежал почти что на свои деньги. Иногда сумма годовая, например, в несколько раз превышала сумма, которая жаловалась Министерством для освещения на единородные школы. Несмотря на это обстоятельство, считаю весьма малоинтересным точный срок моей кончины. Во всяком случае, пристынь. Уверен, что и после меня найдутся люди, которые лучше моего будут продолжать начатое мое скромное тело. Найдутся и на то потребность, в том же день, что и средства. Как хранит вас Бог, преданный вам Сергей Арчинский. Это было последнее, как мне, письмо Сергея Александровича. Пишет просто. Перечитав теперь их все, я не могу не считать счастливой стороной своей судьбы, опыта, научения, что некогда знал человека, столь превосходившего меня образованием, сведениями, разнообразием, тихими талантами, годами. Сожалею, что далеко не исклю из этого знакомства и почти дружбы всей той наставительности, которую она могла иметь. Здесь внизу мы видим такую плёстенькую книжку. Это 30-тонник серии «Витрогольные знаники». Вот это такие толстенькие тонники, которые посвящены и Ацепалу Хлоренскому, и Василию Васильевичу Розенову. Нет тома, посвященного Арчинскому. И вот делаем нас с вами, пикарковать то, что можно ещё найти, соединить, систематизировать и представить людям, которые пока ещё не знают того, что знают мы с вами. Ещё есть слайд, да? Ну, об этом уже говорила лица Алексея. Это, кажется, не Елена Ефимовская. Это ученица, простите, учителя Цитальевской школы. Она стала игуменьей. И вот о ней в дальнейшем писал как раз преподобный Милостей Мополич, который знал её. Вот там есть небольшая фраза о ней. Её родители были богаты не столько имением, сколько Богом. Они передали молодой графине веру в Бога и любовь в людям. Неутомимая вере, она и отступает и к любви. Со всех сторон в ней стремятся души, истержанные жизненными испытаниями. Она и принимает свою тихую обитель. Будь и Егумене сама всем лично служит, всем с радостью помогает и своей любовью приняет сердца. О её теле можно было сказать, что это душа и только душа. Поэтому она была способна извлечь душу твою из всякого брязного комната, из всякой глубокой ямы. Ведь душа душу привлекает и вытаскивает из грязных самостей. Тут и последний, по-моему, у нас это святитель Николай Японский, земляк Рачинского. Переписывался Рачинский и фотография храма, посвященная военнее святителя Николая Японина, и слова. Когда я ехал туда, святитель Николай, едущий в Японию, пишет так. Когда я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она рисовалась в моём воображении, как невеста, ожидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесётся весь их в весте, и всё обновится. Когда я был молод и не лишён воображения, которое рисовало мне толпо, это всё достигающиеся слушатели, а затем и последователи слова Божия. Приехал, смотрю, моя невеста скид самым прозаическим образом, даже и не думает обо мне. И 8 лет посвящено изучению японского языка с тем, кто можно было что-то сказать. А дальше появляются ученики, японцы, которых он отправляет в Россию, и вот один из них становится крестником Сергея Александровича Рочинского. Это Сергий Сеодзий. Сергий во имя преподобного Сергия, вот и тёска Сергея Александра Рочинского. Они приезжают в Киев, потом Сергей остаётся в Киевской семинарии, затем он оказывается в Татиле, и ждёт некоторое время здесь у Сергея Александровича, общается с хором, со Смоленским, воспоминания об этом сохранились. А в дальнейшем он едет учиться в Петербургскую духовную академию и переписывается со своим наставником, со своим грёзным отцом, Сергеем Александровичем Рочинским, довольно долго разлучаясь от этого позиции. Ну, тут, по-моему, всё. И до сих пор. Спасибо большое за внимание, за плетение. Все устали. Спасибо.